Первый пункт рабочей встречи – знакомство с работой театра «Актеры и куклы Крошка». Когда-то это был городской детский центр театра и кино. Однако постепенно здесь осваивали все новые и новые форматы взаимодействия со зрителями. В репертуаре на сегодняшний день более 60 спектаклей, как для самых маленьких, так и для взрослых зрителей. Директор театра Раиса Крайнова поделилась с Юлией Оглоблиной опытом работы в данном учреждении. У нас 10 замечательных театральных проектов. Это театр на ладошке, театр на подушках. То есть фойе для самых маленьких, это ни в одном театре нет, для самых маленьких у нас выставляются огромные мягкие подушки. Садится ребенок и рядом родители. И идет спектакль. Ребенок в ходе показа, он может встать, пойти, потрогать игрушки персонажей, пообщаться с актерами. На встрече поговорили об оснащенности театра. Большую поддержку в этом плане оказывают национальные проекты. Благодаря реализации одного из таких, культуры малой родины, в Крошке получилось улучшить материально-техническую базу. Появилась новая звуковая и световая аппаратура. Теперь у театра есть свой микроавтобус для гастролей. Юлия Оглоблина отмечает, что театр делает все, чтобы быть интересными своим посетителям. Они сами шьют, сами пишут сценарии. И чувствуется какой-то, знаете, свой подход. Они действительно придумывают, как ребенка с первого попадания в эту атмосферу, чтобы он потом настолько зажегся, что хотел снова-снова посещать вот это замечательное место. Знакомство с Государственным театром кукол Республики Мордовии начали с экскурсии. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура». Здесь прошел капитальный ремонт, реконструкция сцены и сценического оборудования. Юлии Оглоблиной показали обновленный зрительный зал. После заглянули в сердце кукольного театра, в кукольную. В относительно небольшой комнате разместились герои многих постановок. Находиться здесь можно часами, рассматривая каждую куклу. Вот прекрасная кукла из спектакля «Дикий» по сказке Ганса Христиана Андерсона. Такой у нас спектакль есть. То есть у нас в основном классический репертуар. Возможность отдыхать всем вместе особенно нужна молодым семьям. Юлия Оглоблина, как лидер сельской молодежи, это понимает. Поэтому развитие детских театров задачи очень важные. Потенциал большой, потому что, во-первых, вижу, что посетителей много, детей много. Это значит, что это востребовано. Это значит, что это будет жить. И, пообщавшись с руководителями театров, поняла, что есть поддержка. Они закупили необходимое оборудование. Кукольный театр «Крошка» сейчас нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана проектно-сметная документация. И впоследствии тоже буду способствовать, чтобы включили капитальный ремонт в действующий национальный проект «Культура». Знакомство с работой детских театров города получилось насыщенным. По мнению Юлии Оглоблина, необходимо и дальше работать в данном направлении. Важно, чтобы детские театры, хоть и небольшие, стали появляться и в районных центрах Мордовии. Надежда Русяева, Евгений Фролкин. Народные новости. Надежда Русяева, Евгений Фролкин.